В связи с многочисленными изменениями на политической арене, бесконтактная оплата на смартфонах Apple стала невозможной. Крупнейшие российские банки сделали жизнь людей проще и начали выпускать платежные стикеры. Это как наклейка, только банковская карта. Принцип работы практически не изменен, а удобство бесконтактной оплаты сохранилось. Важно ведь наличие в карте или где-либо чипа, который может быть считан. Соответственно, происходит все очень просто, то есть считывается информация о вашем чипе на платежном стикере, который является копией вашей карты. Соответственно, информация про вашу карту исходно узнает терминал, который стикер этот считал. Соответственно, все, вы получаете возможность совершить платеж. Такие стикеры особенно актуальны для владельцев яблочной техники, тех, кто не хочет носить с собой банковскую карту. Это однозначно самые дорогие наклейки в жизни каждого россиянина. Однако, стоит понимать, что с потерей стикера фактически теряется и карта. Ровно счетом, это та же самая политика, что и с вашей картой. Вот, если вы совершаете платеж с картой, и у вас приходит подтверждение по СМС, это безопасно. Если ваша банковская карта такая, что вы просто совершаете платеж, и ничего не приходит, то тогда, ну, вы это и стеряете, то ситуация может быть нехорошая. То же самое будет со стикером, поэтому к этому тоже надо относиться хорошо. Хорошо, просто именно его преимущество, что карта все-таки, она имеет определенный габарит, ее нельзя сложить, согнуть или там к чему-то приложить, хотя кто-то так и делал на самом деле. А вот стикер, он гораздо тоньше может быть приклеен. Если вы не машер-стеряш и не планируете терять стикеры, тогда такой способ бесконтактной оплаты вам точно подходит, ведь о безопасности внутренней угрозы переживать не стоит. За этими наклейками стоит банк, то есть он их выпускает, он их программирует. Это точно так же безопасно, как используются обычные карты, как раньше можно было использоваться телефоном для бесконтактной оплаты, поэтому здесь не стоит переживать за безопасность. Это все проверяется, контролируется, как и служба безопасности банка, так и платежная система. Банки все еще тестируют технологию на все стикеров. В некоторых из них сообщили, что стикеры станут доступны для заказа уже в феврале. Цены на стикеры варьируются до 1000 рублей. Однако перевыпуск утерянного стикера обойдется примерно в два раза дешевле. NFC, платежный чип, PayTech, по-разному они называются. Сейчас очень много банков уже начинает их выпускать. Tico, Sber, Alfa, MKB, практически сейчас все топовые банки уже соревнуются, кто быстрее их выпустит на рынок. При этом первым владельцам они предоставляют бесплатно, а дальше уже за какие-то небольшие деньги, от 500 до 1000, полторы тысячи за этот напряг. Напомним, что владельцам смартфонов на Android стикеры вряд ли нужны, а вот владельцам iPhone предстоит выбирать или стикер, или карты, или довольно неудобная в плане бесконтактной оплаты система быстрых платежей, требующая каждый раз вручную подтверждать платеж и до сих пор работающая не везде. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Неверньюс.